Кукуруза, терка, улей. Как только не называют самарцы, это дом на улице Осипенко. Он был построен в конце 80-х годов прошлого века по нетиповому проекту. С тех пор капитального ремонта кровли в здании не проводилось, и крыша стала протекать. Но уже в сентябре-октябре за счет средств текущего ремонта кровля будет сделана. Во-первых, нам обещают бабье лето в этом году. А во-вторых, я надеюсь, что глубоко в октябрь мы не уйдем. То есть это будет работа конец сентября, начало октября. Поэтому есть еще время, и погодные условия позволяют проводить такие работы, в том числе по технологии проведения данных работ. Однако, по словам специалистов, текущий ремонт крыши – это лишь поддерживающая мера. Кровля нуждается в капитальном ремонте. Администрация внутригородского района, государственная жилищная инспекция, представители управляющей компании и жители вышли на место, чтобы обговорить возможные пути решения. Нужно общее собрание собственников с принятием решения по этому вопросу. Это раз. Второй момент – это платежная дисциплина. То есть уровень сборов на капремонт должен превышать 97%. Ну и подтверждение необходимости проведения капремонта – это либо акт муниципального жилищного контроля, либо акт государственной жилищной инспекции. Я полагаю, и мы, и государственная жилищная инспекция в данном вопросе солидарны. Стоит отметить, что недавно в рамках капремонта в доме заменили лифты. Только в этом году управляющая компания отработала более 180 заявок, которые касались обслуживания здания. Заявки жители могут оставлять через общедомовой чат. У нас организован комитет домашний. Он имеет непосредственную связь с компанией. Поэтому критикуют очень. Пишем. Нам отвечают. Мы опять пишем. Нам отвечают. И все это выполняют главное. Напомним, для удобства жителей создана система ГИС ЖКХ. Зарегистрировавшись, человек может оплачивать коммунальные услуги, а также узнавать всю информацию по собственному дому. Когда запланирован капитальный ремонт, какая организация обслуживает дом, какие сети подключены и многое другое. Также для повышения грамотности в вопросах ЖКХ в Самаре проводят тренинги. В рамках проекта «Региональный центр поддержки» председателя Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.